Привет! Принцип использования приставки Game Boy в качестве MIDI-инструмента мы уже рассмотрели на примере супер-коробочки MC2 от Firestarter. Устройство способно клокать тайминги, выводить, принимать сигнал одного канала с DMG и вашего устройства ввода-вывода, подключать клавиши и синхронизировать приставки. Настало время расширить MIDI-функционал и затронуть эту тему более подробно. Для начала поглядим на Arduino Boy от создателя M8-трекера и MGB Trash 80, он же великолепный Тимати Лэмп. Нам необходимо собрать не особо сложную конструкцию на базе микроконтроллера Arduino Uno и запилить на неё подготовленный ROM. Всё это добро стоит не особо дорого, так что прикупить компоненты труда не составит. А самое главное, это не так уж и сложно на практике. Главное начать. Ну, как обычно. Особая благодарность Роме Рогову и Мише Nuclear Mushroom Boom за предоставленные детальки и помощь. Собираем наш сэндвич по схеме, делаем тестовую сборку на макетной плате, заливаем образ на Arduino и проверяем работоспособность. За парня найти переходник на экспорт геймбоя, но с этим тоже можно справиться с помощью Али или друзей знакомых. По функционалу. Как и в случае с MC2, нам доступен полный клок таймингов и передача MIDI сигналов в две стороны, использование клавиатуры для ввода нот, но помимо этого, в таком исполнении мы теперь можем воспользоваться уже всеми четырьмя каналами для MIDI и даже извлекать полифонию, используя пульс и вейв-каналы. И ещё MIDI out удваивается, как MIDI through. Arduino Boy работает в нескольких режимах синхронизации. Навигация осуществляется с помощью световой индикации. Для более быстрой работы есть возможность залить урезанный конкретно под ваши задачи ROM или внести изменения в исходный код, ну если вы шарите или как минимум разберётесь с парочкой учебников. Arduino Boy совместим с MGB, специальным ROM-ом LSDG и NanoLoop. Есть даже редактор настроек с графическим интерфейсом для управления без редактирования или перепрошивки кода. Мы можем смело накидывать ноты на клавишах или с привычных вам MIDI устройств и играть на ГБ как на настоящем синтезаторе. Изменять параметры мы можем через наше MIDI устройство или напрямую через геймбой. Пропускать выходной сигнал через примочки, фильтры и эффекты. Это удобно, не сильно дорого и является отличным занятием на несколько вечеров с криками «УРА! ЭТО РАБОТАЕТ!» Если прикупить MIDI-USB кабель и желательно не самый дешёвый, то у вас появится возможность синхронизации геймбоя с ПК и вашими любимыми DAW, типа облитонов, рутилупс и что там ещё популярное. Тайминг и вывод нескольких каналов – это круто и практично, но в таком случае придётся таскать с собой весь этот завтрак и питать его от пауэрбанки. Конечно, прикольно скрафтить коробочку, но это не самый удобный вариант для решения такой задачи. Для работы с ПК намного практичнее будет использовать аналог Arduino Boy на базе другого микроконтроллера – Tinsi 2.0, Tinsi Boy. Тут и возни меньше, и всё, что вам понадобится для подключения геймбоя с MIDI-функционалом – это мини-USB кабель. Закидываем готовую сборку на Tinsi и подключаем её к порту геймбоя. Тут есть два варианта подключения. Либо как внешний переходник, если вам не хочется устраивать расчленёнку в стиле 89, либо запрячем его прямо в корпус GB, что будет самым компактным парнишка-синтезатором на вашем столе. Провод в MIDI, джек в аудиовыход и всё. Никаких лишних коробочек и дополнительного питания. Теперь мы можем назначать в DAF каналы на выход или вход и работать с чиптюном по красоте. Отдельный выход для аналоговой обработки сигнала из просаунда и ещё больше возможностей для реализации ваших идей. Конечно, в таком способе вы лишаетесь возможности подключить устройство с 5-пиновым DIN-ом GB, но для работы по USB это отличный вариант. И в случае, если два первых способа — это чиптюн, то сейчас будет настоящий чиптюн. Данный способ для самых ленивых, оптимизированных и широких масс. Никакой пайки, прошивок и, самое главное, никакого геймбоя с картриджами. Вы можете начать пищать уже прямо сейчас. Всё, что вам понадобится — это прицепить в SOTE к излюбленной DAF или запустить стендалон софт для игры с помощью MIDI-устройств. Качаем ретро-плаг для рабочей среды, через него запускаем SEMBO эмулятор GB и уже в нём работаем с LSDG, MGB или чем вы там ещё планируете заниматься с пищалками. Назначаем каналы и всё. Никаких батареек — быстро, просто и полезно. Эмуляция позволит вам использовать несколько ромов, не ограничиваясь количеством картриджей и приставок. Всё те же настройки и идеальная синхронизация. Цепляем MIDI, выбираем способ синхро и вводы геймпада. Больше подробностей на видео от автора, все необходимые линки в описании. Субтитры делал DimaTorzok 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 Резюмируя, определяемся с задачей. Нужен ли нам ПК для работы в DAV, или же будет более полезен 5-пиновый разъём и пара вечеров в стиле «Я у мамы инженер». Выбираем способ, исходя из возможностей. Отдельная железка для аналоговой обработки рядом с компом, или комфортная среда в DAV без лишнего оборудования – решать только вам. Все варианты функциональны и создают отличную возможность выйти за рамки привычного чиптюна. А для кого-то даже может быть перейти от простой высоты эмуляции к более комфортной работе в Little Sound. Шмякайте сердечки, и у вас точно всё получится. На этом и остановимся. Благодарю за просмотры и комментарии. Пока вам интересен данный контент, я буду его делать, несмотря ни на что. Но чё-то, судя по подпискам на бусте, это продлится не особо долго. Ну и ладно, намёк вы поняли. Пишите и слушайте, только хорошую музыку. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok